Что ж, Венечка, что ж ты все-таки купил? Нам страшно интересно! Я понимаю, что интересно! Сейчас, сейчас расскажу! Актеры два с лишним часа тянут гимн, алкогольные горячки гремят бутылками и стаканами, а зрители ждут, когда же наступит долгожданное просветление. Но «Москва петушки» не из простых историй в один сюжетный поворот. Это скандальная поэма, где каждое слово и узнаваемая картинка из жизни, и провокация одновременно. Вот самое позорное и бессильное время в жизни моего народа! Время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних синих оно вплело во всех нас, бездомных и тоскующих шатенов! «Москва петушки» – это рассказ о путешествии простого человека Венечки Ерофеева из пункта «Б» обратно в пункт «Б». Это история о поисках смысла жизни и трагедии падения на самое ее дно. В авторском тексте много нецензурных слов. Актеры их не избегают. Правда, мат перебивается громким сигналом. Вон аптека, видишь? А вон этот пааааааа! Коричневые куртки скребет ртуар, а ты тоже видишь. Ну вот успокойся! Спектакль ставят на отечественной и даже мировой сцене уже четверть века. И каждый раз режиссеры находят важный повод для новой постановки. Всегда очень интересно, когда исследуется тема одиночества человека. Что такое человек один, как он живет, что с ним происходит. Что это такое быть одним, вне социума, вне семьи. Наверное, вот этим для меня прекрасно. Но не все в этот вечер испытали наслаждение от встречи с театром. Несколько десятков человек, в основном это пожилые люди, покинули зал. Как выяснилось, многие не читали поэму и ждали от постановки чего-то вроде комедии. Оставшаяся часть аудитории, напротив, была в восторге. Артистам аплодировали стоя. 13 июля Ярославский театр покажет заключительную постановку. Спектакль, концерт бардовской песни «Он не вернулся из боя», который померит благовещенских театралов. Важно, что этими гастролями Первый русский театр протарил дорожку для большой компании ведущих театров страны, которые теперь будут приезжать в наш город каждый год. Я не сомневаюсь, что в следующем году, так же, как и в этом, в Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, приедут другие театры такого же масштаба, я надеюсь, не хуже нашего. Но мы уже, естественно, поедем по другому маршруту. Но программы Благовещенск и Амурской области, Дальний Восток включены в эту программу. Наталья Шлямова, Александр Лосинюк, Альфа Новости.